Развитие инфраструктуры, поддержка промышленности и бизнеса, сохранение культурного наследия. Эти и многие другие вопросы оказались в фокусе внимания губернатора Игоря Рудени, который посетил с рабочей поездкой Кимры. В ходе визита глава региона сделал ряд важных заявлений, касающихся перспектив этого муниципалитета. Визит начался с возложения цветов к обелеску воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, который расположен на театральной площади города. В церемонии помимо губернатора приняли участие сенатор Андрей Епишин, депутат Госдумы Юлия Саранова, депутаты областного парламента, руководство города и района, юнормейцы, местные жители. Кимры – это важный промышленный центр Верхней Волжи. В этой агломерации находятся предприятия, имеющие не только региональное, но и федеральное значение. Одно из таких – завод теплового оборудования «Радиатор», где трудится 280 человек. Это не какое-то рядовое производство. Таких предприятий в России не сотни и даже не десятки. Он единственный. И вот такие вот радиаторы, а попросту говоря, как мы говорим, в быту батареи, можно увидеть по всей стране, от Калининграда до Владивостока. При этом здесь не почивают на лаврах и активно развивают производство. В частности, запланировано строительство еще одного корпуса. Объем инвестиций – 1 миллиард 200 миллионов рублей. Будет создано 120 новых рабочих мест. Для реализации этого инвестпроекта завод «Радиатор» намерен воспользоваться мерами, которые утверждены региональным правительством в плане мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности. В текущем году мы планируем получить льготный займ по программе оборотный капитал. Надеемся, что возобновится программа, кроме ипотека, от Фонда развития промышленности. Также надеемся, что у нас в июне месяце запустится проект производительность труда. Помимо того, Кимры известны еще и как город станкостроителей. Правительство Тверской области совместно с федеральными властями держит твердый курс на дальнейшее развитие этой отрасли. Важным шагом станет приобретение отечественным инвесторам Савеловского станкостроительного завода. Это крупное объединение, крупная компания. Это консолидация частных инвесторов и российских предприятий. Это обработка материалов, которые будут использованы в радиоэлектронике, в ювелирной промышленности. Такая многофункциональная работа. Документы сегодня передаются в Росреестр регистрации сделки. В ходе поездки Игорь Руденя посетил центральную районную больницу. Губернатор поручил проработать вопрос закупки аппарата МРТ, а также осмотрел участок будущей детской поликлиники номер один, которая находится на территории ЦРБ. Сейчас тут идут работы по обустройству стен подвала, перекрытий, дренажной системы гидроизоляции. Другое строительство идет на Южной площади. Здесь начинается возведение еще одной поликлиники. Довольны региональной власти и работой Кимрского МФЦ, а также ходом реформы общественного транспорта. Жители агломерации теперь тоже получили синие комфортные автобусы, которые ездят точно по расписанию. А вот над сохранением архитектурного наследия полостям еще надо хорошо поработать. Мы видим, что исторический центр города Кимры сегодня имеет очень прекрасные, хорошие памятники деревянного зодчества, но они требуют восстановления, требуют внимания постоянного. И если не активно помогать Кимрам, то понятно, что, к сожалению, эти памятники, возможно, будут утрачены. Одним из примеров такой работы станет восстановление Кимрского дома культуры. Замечательный памятник русского модерна был построен в начале прошлого века хупцом Тепловым и стал общедоступным театром. Теперь здание снова будет выглядеть как новенькое. Этот и другие вопросы губернатор поднял, выступая перед главами сельских поселений, депутатами городского и районного парламентов, руководителями исполнительных органов власти. Игорь Руденя сообщил, что совсем скоро агломерация будет полностью газифицирована. Были включены все домовладения, которые выразят желание быть пользователями газа. Это все многоквартирные дома, которые будут подключены. И если эта газификация необходима для приготовления пищи, она тоже будет осуществлена. Это все социальные предприятия и учреждения, которые находятся на территории региона. И в том числе это частные предприятия, которые тоже будут на готовых условиях присоединены к системе газоснабжения. И еще одно важное событие совсем скоро произойдет в Кимрской агломерации. Город и район будут объединены в единый муниципалитет. Укрупнение территорий позволяет повышать эффективность управления, направлять консолидированные финансовые и административные ресурсы на решение стоящих задач, отметил губернатор Игорь Руденя, комментируя предстоящую реформу, за которую проголосовало абсолютное большинство кимряков.